15 февраля страна отметила День воинов-интернационалистов. Прошло 29 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Как в мирном почтили память солдат, павших за пределами отчизны, расскажет наш корреспондент Марьяна Кутукова. Юрий Ломанов – участник афганской войны. Он был призван в ряды советской армии в 1980 году. Позже 18-летнего парня перенаправили в Афганистан для защиты южных рубежей родины. 7-й мусульманский батальон, где он служил, отличился при взятии дворца Амина. По словам ветерана, сегодняшняя дата – это память, которую нельзя забывать. Память об этом должна быть всегда в сердцах молодого подрастающего поколения. Ведь через это они будут интересоваться у нас о афганской войне, а ведь дальше идет память о Великой Отечественной. И это все важно, это наши ценности, которые просто нельзя забыть, и мы не имеем права. Ведь пусть на этом растет наше поколение, а не то, которое выпало в лихие 90-е. Вот я считаю, что это очень важный праздник. Сегодня Юрий Ломанов, как и другие ветераны афганской войны, стал участником традиционной акции. Почтить память воинов-интернационалистов пришли много неравнодушных горожан. Возложение цветов начали с минуты молчания. Сегодня в нашем строю, в нашем Миринском районе, осталось всего четыре ветераны Великой Отечественной войны. Более 400 человек воинов-интернационалистов, которые исполняли свой долг по защите нашего Отечества, в Афганистане, в Анголе. Сегодня, в наше время, уже прибыло три человека, из числа молодежи, которые проходят действительно военную службу. А на сегодняшний день более 210 человек находятся в строю по защите нашего Отечества. Также традицией знаменательной даты является встреча ветеранов со студентами технического колледжа. Концерт под названием «Автоматы гитара» состоялся в десятый раз. От героев былых времен, не осталось порой времен. У нас в УМРТК есть военно-патриотический клуб «Барс». Такие встречи с ветеранами афганской войны – это обыденно. Им такие встречи необходимы, так как они делятся своим опытом, своими впечатлениями. Также они воспитывают дисциплинированность. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – главная задача ветеранов в мирное время. Такие встречи доказывают, что молодежь достойно продолжит созданные ими традиции. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова